МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь придется платить за самих себя. Хитросплетение бюджетного процесса. Мы просто вынуждены это сделать, чтобы подстроиться в общую струю и не потерять шансы и возможности на получение дополнительных бюджетных кредитов, которые, естественно, дешевле, чем коммерческие. Сделка с федеральным центром, как депутаты сэкономили на себе 10%, не сокращая зарплату. Мы отказываемся от части закупок, которые мы считаем, что мы можем все-таки обойтись, начиная уже от всей нашей наградной продукции. Какие статьи расходов собираются сокращать областные законодатели? Проблему угольной пыли обсуждают в Мурманске и в Москве. Ветер несет угольную пыль, крайне вредную для здоровья человека, на город. Торговый порт говорит о форс-мажоре, надзорные органы о проверках, о депутат Госдумы, о безответственности предприятий. Заплатить за год вперед и оказаться в должниках. Мурманчанам опять пришли некорректные квитанции за капитальный ремонт. Будет ли кто-нибудь за это отвечать? Санкции, очередной черный вторник для экономики, резкие скачки курсов валют, тотальное повышение цен, сокращение. Сегодня уже самый последний скептик не возьмется спорить. В стране кризис. Теперь добрались и до бюджетников. Главная новость недели. Госслужащим сократили доходы на 5%, а бюджетникам не будут индексировать зарплату, как планировали с 1 октября. А при значительном росте цен реальные доходы населения будут падать. На этой неделе учителя школы, воспитатели детских садов забили тревогу. Им задержали аванс в среднем на 5 дней. В Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки направили обращение губернатору Мурманской области с просьбой не повышать социальную напряженность. Согласно коллективным договорам, аванс должен был быть перечислен педагогам в школах до 19 марта, а в детских садах до 22. Однако деньги на счет образовательных учреждений поступили с опозданием. Ведь многие работники в системе общего образования – это и обслуживающий персонал, которые живут на минимальную заработную плату. И сегодня в рамках экономической ситуации задержка в 5 дней заработной платы – это много или мало? У людей кредиты, у людей свои планы, да? Люди непосредственно готовятся в отпуск. Поэтому для того, чтобы не было таких задержек, а впереди у нас отпускной период, мы написали письмо губернатору касательно того, чтобы они были более внимательны в системе образования в плане гарантии по оплате труда. Отказались повышать зарплату бюджетникам, экономят на инвестициях, не будут финансировать будущие стройки. Социальные услуги для ряда граждан перевели на платную основу, повышают налоги. На заседании Мурманской областной думы на этой неделе корректировали недавно принятый областной бюджет. Пойти на это депутатский корпус вынудил кризис, дефицит казны и федеральный центр. Почему госдолг области 20 миллиардов, а депутаты и чиновники отказались сокращать себе зарплату? Где будут брать деньги и какую сделку предлагают Заполярью в Москве? Заседание областной думы, репортаж наших корреспондентов. Знаменитые майские указы президента после вступления его в должность на третий срок 7 мая 2012 года. Доступное жилье, повышение качества коммунальных услуг, демографическая политика и, конечно же, поэтапное повышение зарплат бюджетникам, учителям, врачам, работникам культуры. В северных регионах, таких как Мурманская область, это было сложнее вдвойне. Ведь приходилось учитывать в том числе полярные и территориальные надбавки. Денег на выполнение всех требований у областной казны не было. Тогда эту проблему решили просто. За счет коммерческих кредитов. Государственный долг Мурманской области вырос к этому году до 20 с небольшим миллиардов рублей. Теперь наступило время расплачиваться. Такое ощущение, что мы сейчас просто подгоняем под те требования, которые Минфин нам жестко выставил. Иначе нам не удастся заменить коммерческие кредиты, которые 15,5 миллиардов из 20 у нас сегодня. И поэтому под эту сурдинку приходится резать просто по-живому. В федеральном Минфине заявили, хотите снизить долг, поможем с бюджетными кредитами. Порядка 3 миллиардов рублей из Москвы в обмен на сокращение расходов областной казны. Мы никогда в начале года не делали корректировку. Сегодня, когда понятны общие тренды по федеральной политике, мы просто вынуждены это сделать, чтобы подстроиться в общую струю. И не потерять шанс и возможность на получение дополнительных бюджетных кредитов, которые, естественно, дешевле, чем коммерческие. Сокращать расходы будут по-разному. К примеру, откажутся от инвестиций. Стройки, которые уже финансируются из бюджета, закончат. А вот обещанные, новые, начинать не будут. Увеличение налоговой базы по акцизам должно принести дополнительный доход. И, конечно, зарплаты. Сокращение оплаты труда госслужащих на 5% даст бюджету 80 миллионов рублей. Для установления, повышения заработной платы для работников бюджетной сферы и работников определенных указов президента Российской Федерации, те планы, которые были в рамках так называемой дорожной карты, определены на текущих год в нынешних условиях, должны быть скорректированы. И общая корректировка этих расходов составит около 850 миллионов рублей. Пенсия, пособия, социальные выплаты, компенсации в полном объеме будут сохранены. Для областных чиновников сегодня это задача номер один. Что же касается бюджетников, то без индексации зарплат, при инфляции более чем в 10%, реальные доходы, конечно же, будут падать. Учитывая, что Мурманская область рассчитывается за коммерческие кредиты, которые набирали на тех же бюджетников, получается, что они вынуждены теперь платить сами за себя. Народные избранники в стране не остались и тоже сократили расходы на свое содержание. Сокращение расходов на содержание Мурманской областной думы мы сняли вот этим уточнением 17,5 миллионов рублей. Из них 12 с небольшим, там, это фонд заработной платы, фонд оплаты труда, 3,3 миллиона, так, по памяти командировочных расходов, остальное связано с текущим содержанием. Правда, зарплату себе понижать не стали, заявив, что это популизм. Согласно данным Мурманскстата, в прошлом году в среднем она составляла более 94 тысяч рублей. Положенные 10% экономии они добрали из других источников. Мы отказались от использования бизнес-классов, всяких вип-залов и все остальное. Оставили просто по минимуму. Мы отказываемся от части закупок, которые, ну, считаем, что мы можем все-таки обойтись. Там, начиная уже от всей нашей наградной продукции, пересматриваем. Если там, к примеру, почетная грамота была в какой-то там папке, ищем возможность все это сделать дешевле. Кроме этого, отказались народные избранники от ремонта части помещений и от того, чтобы дополнительно назначить зарплату трем председателям думских комитетов. Несмотря на это, предложения, где сэкономить еще, продолжают поступать. В том числе, например, расходы на содержание транспорта, автобазы нашей. Зачем? Сегодня машины проставят под домами у депутатов по полчаса, по часу, для того, чтобы, как раньше говорили, членовозы этот, значит, посадить депутата и привезти его на думу, потом заехать в магазины, потом домой и так далее. Тем временем гражданам, у кого доход выше двух минимальных размеров оплата труда, теперь предлагают оплачивать ряд социальных услуг, которые раньше предоставлялись бесплатно. Корректированный областной бюджет прошел первое чтение, за него проголосовало большинство депутатов. И, видимо, в скором времени примут окончательно, ведь, чтобы выполнить требования Москвы, надо торопиться. Виталий Шивалов, Евгений Бугарецов, телекомпания «Арктик ТВ». О Заполярье говорили на этой неделе из трибун Государственной Думы в Москве. Точнее, о проблеме угольной пыли в Мурманске. На пленарном заседании о вопиющей ситуации, когда весь город вдруг стал антрацитовым, рассказал член Президиума Высшего экологического совета депутат-коммунист Олег Лебедев. Накануне российский политический деятель Олег Лебедев посетил Мурманск и смог лично увидеть, что такое черный снег. Пообщаться с жителями столицы Заполярье и сделать очевидные выводы об источнике угольной пыли. На северах нашей родины, где зима продлится еще целый месяц, жители арктического региона, похоже, уже привыкли к угольной пыли, которая регулярно накрывает половину жилых кварталов города Мурманска из-за открытой перегрузки угля в торговом порту. Ветер несет угольную пыль, крайне вредную для здоровья человека, на город, заметая черным налетом подоконники, дворы, детские сады, детские площадки. Депутат Государственной Думы заявил, что Мурманск пример того, как, цитата, предприятие-загрязнитель творит безобразие. Видя, что люди привыкли, опустили руки, отчаялись. Конец цитаты. Мы проводили в Мурманске обсуждения по другой проблеме, по нефтеразливам, и местные журналисты показали мне, как члену экологического комитета, еще и занесенные черным снегом дворы и детские площадки. Родители увозят детей оттуда гулять на другой конец города. В других развитых странах уже давно не применяют открытую перевалку угля. Но хозяева этого северного порта не хотят вкладываться в модернизацию своего предприятия. Напомним, накануне Олег Лебедев направил правительственные телеграммы в адрес природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Он рассказал о существующей проблеме и обратился к руководителям надзорных органов с просьбой взять ситуацию под личный контроль. Тема угольной пыли – одна из самых обсуждаемых в столице Заполярья, ведь она касается большинства мурманчан. Вот и на этой неделе в формате круглого стола встретились представители областного правительства, надзорных органов, депутаты и экологи, а также виновники торжества – руководители Мурманского торгового порта. Помимо них в мероприятии приняли участие сотрудники научно-исследовательского института «Атмосфера», которые уже второй год подряд ищут источник черного налета, о чем удалось договориться, тему продолжат наши корреспонденты. Исследования института «Атмосфера» существенно отличаются от прошлогодних. Тогда термин «угольная пыль» участники заседания старались не употреблять, говорили лишь «черный налет». Называлось несколько возможных его источников – торговый порт, ТЭЦ, автомобили и дизельные установки. Сегодня институт признал, подход к самому исследованию был неверным. Что же касается новых результатов, среди загрязнителей торговый порт на первом месте. «Откровенная моя точка зрения такая, что здесь главный вкладчик и основной – это, конечно же, морской торговый порт, это перегрузка угля. Вы подумайте, миллион, более миллиона тонн угля в месяц». Исследования подтвердили, что в феврале, когда значительная часть Мурманска стала черной, загрязнителем был только один источник – торговый порт. Хоть это и видно невооруженным глазом, понадобились официальные доказательства. Сотрудник института пояснил, с небольшого кусочка снега можно было отобрать несколько десятков граммов угольной пыли. Гендиректор торгового порта назвал эту ситуацию форс-мажором. «О том, что произошло, к сожалению, за последний месяц, для нас это, в честном виде, форс-мажорное обстоятельство. Это были кратно неблагоприятные метеоусловия с преимущественным влиянием западных ветров. К сожалению, там, прямо быстрого решения в данном вопросе найти было невозможно». Противовес участники «Круглого стола» отметили, что о погодных условиях гидромедцентр сообщает заранее. Такую отговорку не приняли и в природоохранной прокуратуре. Итог ряда проверок – несколько административных производств и исковое заявление в суд. «Мы вышли в суд именно с требованием обязать торговый порт привести их основной документ, это проект предельно допустимых выбросов в соответствии с гигиеническими нормативами, где вот как раз они устанавливают ориентировочный безопасный уровень вот именно в населенных пунктах. То есть они в эти нормативы сейчас не вкладываются, то есть они не работают по этим нормативам. Возможно, это одна из причин того, что происходит загрязнение атмосферного воздуха угольной пылью». Загрязнение не ограничилось последним месяцем, заявила руководитель Роспотребнадзора. С печальной регулярностью специалисты ведомства получают жалобы на угольную пыль от жителей Мурманска. Обращений в адрес Роспотребнадзора стало больше не за последние месяцы, а за последние годы. Многих мурманчан волнует вопрос, а как пыль влияет на здоровье жителей. Вместе с тем, такие исследования до сих пор еще никто не проводил. «Санитарно-бытовые условия – это тоже немалое значение для комфортных проживаний жителей. Вот когда пыль дует, нам пишут жалобы нянечки с детских садиков. Нужно проветривать? Нужно. Мы проветривать не можем помещение, потому что три раза должна потом сделать влажную уборку. Как это не влияние? А дети в группе находятся в основном на полу, лазят и дышат эту пылью. Но это не учитывает, конечно, порт. Здесь целый комплекс вопросов, которые нужно учесть и тоже нужно мониторировать, а не только вопросы охраны окружающей среды». Как же решить этот комплекс вопросов? С целью найти ответы организовали круглый стол. Также создана специальная рабочая группа. «Проблема решится не за один день. Самое главное, что она начала решаться. И эти решения вылились в конкретные действия порта. То есть в установке системы пылеподавления и пылеорошения. Это заключается, прежде всего, в установке пушек пылеподавляющих. Сейчас исследует порт, я так понимаю, проблем установки пыли и ветрозащитных экранов. Ну и кроме того, я думаю, у участников рабочей группы сегодня возникнут уже ряд предложений по снижению выбросов пыли, особенно при направлении ветра на жилые кварталы». Среди озвученных предложений есть и очень категоричные. Зато они раз и навсегда решили бы проблему угольной пыли в Мурманске. «Самая, наверное, такая простая технология – это запрещение открытой перевалки угля в порту. Так, например, поступили в Приморье. Они отказались от строительства именно угольного терминала в пределах города». Некоторые участники круглого стола настроены скептически, ведь в прошлом году порт также обещал заботиться об экологии, также говорил о внедрении новых технологий. Однако теперь планы предприятия под контроль взяла рабочая группа, созданная при правительстве области. Анастасия Карева, Максим Петровичев, Артем Кузьмин, телекомпания «Арктик-ТВ». Вслед за заморозкой зарплаты ростом цен с 1 июля увеличится плата и за коммуналку. Уже в августе жители Мурманской области получат квитанции с суммой, которая вырастет примерно на 10%. К виткам за ЖКХ особенно не обрадуются жители нескольких населенных пунктов, которые раньше были в ведении Министерства обороны. Военные передали гражданским коммунальные объекты с проблемами и долгами. Оплатить за все, как обычно, придется людям. Подробности в следующем материале. Увеличение тарифов на коммунальные услуги Заполярья в среднем составит тепловая энергия 7,6%, водоснабжение 10%, водоотведение 10%, газ 6,7%. Что касается платы за электричество, то она вырастет на 4,2%. С 1 июля 2015 года тариф для обладателей газовых плит станет 2,5 рубля за киловатт-час. Пользователи электроплит и люди, проживающие в сельской местности, будут платить почти рубль и 80 копеек. В среднем по Мурманской области увеличение тарифов на коммунальные услуги не превысит 10,5%. Исключение составляют 5 муниципалитетов, где скачок будет выше. Это у нас Оренегорск, это Александровск. Также это у нас коснулось Кандалажского района, коснулось Ковдорского района. В зависимости от видов услуг, это коснулось проблемы, это нагрянуло, накопившиеся на данных глав, в первую очередь, которые пристально и с вниманием отнеслись к проблеме, которая у них исторически сформировалась. Самый большой удар по кошельку ощутят жители поселка Печенга. Последние годы в ЖКХ там царила полная неразбериха. Теперь Гордиев узел разрублен и не в пользу потребителей. Тариф на воду в свое время составлял 5 рублей. Это наследие военных. Столько вода стоит, не может ее. Тариф это 20-22 рубля, это нормальная стоимость воды. И в связи с тем, что там в течение нескольких лет организации устанавливались убыточные тарифы. Там себестоимость давно уже в районе 25 рублей. Это нормально для района, который достаточно отдален от центра. И там был увеличен тариф на воду с 5 до 17 рублей. Цены на коммунальные услуги везде разные. Например, в ЗАТО Александровск жители Гаджиева и Полярного платят за питьевую воду 26 рублей за кубический метр. А в Снежногорске и Белокаменке тариф не менялся несколько лет. За эту же услугу люди платили 15 рублей. Перемены придут этим летом. Тариф устанавливался впервые в целях бесперебойного и качественного водоснабжения и выравнивания оплаты граждан муниципального образования. В целом превышение произошло у нас на 1% с 10,5% до 11,5%. Повышение стоимости коммуналки для каждого муниципалитета подбирается индивидуально. Главная задача управления по тарифному регулированию Мурманской области – достижение баланса между потребителями и поставщиками услуг. Вот только достигнуть этого баланса им не удастся. Ни в одной стране Западной Европы и США плата за коммунальные услуги не составляет такую часть от доходов, как в России, тем более на севере. С момента принятия нового жилищного кодекса в 2003 году прошло 12 лет, а власти за этот огромный временной период навести порядок в коммуналке так и не смогли. Только продолжают перекладывать нерешенные проблемы на плечи граждан, а очередные новые инициативы только добавляют неразберихи и повышают социальную напряженность, как и в случае с фондом капитального ремонта. Жители столицы Заполярья в очередной раз получили квитанции за капремонт. В платежках не отражены переплаты. Люди заплатили за полгода или даже за год вперед, а в квитке долги. Собственники жилья пришли в фонд капитального ремонта, чтобы разобраться в этой ситуации и поговорить с руководством с места событий нашей корреспонденты. Ужас. Здесь мне приходят, на той неделе, приходят за должность 281 рубль 70 копеек. С какой стать? Сначала заплати, а потом ищи свои деньги. Огромное количество возмущенных людей сегодня собрались в офисе фонда капитального ремонта, чтобы выяснить, с какой стать они вдруг стали должниками. Еще с января месяца жильцы добросовестно платят за капремонт, а несколько дней назад они получили квитанции, в которых говорится, что на них висит долг. Доходит до абсурда. В почтовые ящики попадают квитанции на имена людей, которых уже нет в живых. Мама умерла два года назад. Отец ветеран войны. Живет один в квартире, прописан один. Второй месяц подряд ему приходит на нее квитанция. На него и на нее. Вот безобразие ужасное. Человек в трансе говорит, как это так? Подарок к 9 мая. Пенсионеры очень внимательно относятся к коммунальным платежам. Исправно вносят деньги, даже добираясь из других районов на общественном транспорте до Россельхозбанка. Ведь известно, что, например, Сбербанк берет процент за такую услугу. Я уже в прошлом месяце была у них. Сказали, все будет нормально. И опять это же самое пришло. И так же все-таки пришло. А мне снова обратно пришла квитанция за этот вот месяц и долг за те два месяца. У них даже есть негде люди-пенсионеры стоят там до обморка. В основном пенсионеры, которые не пользуются интернетом ничем. Жилые люди идут там сюда. И кто понимает о этих интернетах во всем? А вы заплатил, выходите на сайт, но пенсионеров нет интернетов. Куда, на какой сайт выйти, чтобы они вернули деньги? Сколько можно пенсионерам трепать нервы? Если пенсионеры откажутся платить за этот капремонт, то город встанет и не отремонтируется. Почему? Потому что пенсионеры самые добросовестные. Не дай бог придет квитанция, как уже все летят платить. Вы посмотрите, что творится. Ужасные отношения. Они через рот не могут нормально открыть и не говорят, что извините, пожалуйста, за наши ошибки. Нет никаких действий вообще. Сами сотрудники фонда капитального ремонта видят несколько причин сбоя. Ошибка электронной системы, базы данных старые, да и сама схема сбора денег за капремонт новая, еще не успели довести до ума. И обещают в ближайшее время все исправить. Пользуясь, так сказать, возможностью, прошу людей не волноваться, что мы в ближайшее время, в следующем месяце мы поправим, несем изменения в саму программу. И я думаю, что все получат четкие выберки по деньгам. Я еще раз прошу прощения, я думаю, мы это дело устраним. Кстати, такие проблемы есть и в других регионах России. Электронный вариант платежной системы показал себя с плохой стороны. Сейчас московские специалисты совершенствуют компьютерную программу. А собственники жилья ждут новых квитанций и надеются, что уже в апреле никаких долгов на них висеть не будет. Впрочем, даже если будут, в фонде капитального ремонта, видимо, извинятся еще раз и будем ждать май. Учитывая то, что у сотрудников организации фактически был целый год на подготовку, непонятно, чем они занимались все это время и непонятно, почему, из-за чьей-то неудовлетворительной работы должны страдать и терпеть все это люди. И в первую очередь пенсионеры. Но справедливости ради стоит отметить, что иногда фонд все-таки работает. Там помогли жильцам в доме на улице Павлова установить новый бойлер. До этого люди жили попросту без горячей воды. Ни много ни мало, целый год. Чем помог фонд и как удалось заменить устаревший водонагреватель, расскажет Евгений Кондращенко. Павлова 5. Дому больше 40 лет. За все это время капитального ремонта старожилы не припомнят. Условия в этом доме были сносные до момента, когда бойлер, раздающий горячую воду всем подъездам, вышел из строя. В течение целого года люди жили без горячей воды. Дело в том, что управляющая компания данные виды работы такие не выполняет. Потому что в договорных отношениях с жильцами у нас такое идет содержание и текущий ремонт. А замена водонагревателя на дом – это работа капитального характера. На общедомовом собрании жильцы приняли решение не платить за замену бойлера самим, а обратиться в фонд капитального ремонта. Пока ждали включения в региональную программу, с отсутствием горячей воды боролись кто как мог. Они все поставили себе водонагреватели, большинство из них. И у нас начались проблемы со светом. У нас были аварийки каждый день. Нагревали кто как сумеет. Кто на газе. У нас газ, дом газифицирован, поэтому. Кто газом, кто кипятильниками, кто ходил к родственникам, знакомым. Наконец, все составленные жильцами документы дошли до фонда капитального ремонта. И появилась возможность поставить новый водонагреватель ценой 814 тысяч рублей. Отлично не скажешь, но оценку хорошо можно дать. Знаю, в каких условиях работал сантехмонтаж. Это организация, которая выиграла конкурс. Ее работа мне нравится, по крайней мере. Жители дома по улице Павлова готовят документы на новый капремонт. В следующем году нужно будет заменить все трубы. Спустя 35 лет городским властям, наконец, удалось решить проблему Олимпийской деревни. 12 деревяшек в районе магазина «Дружба» снесли еще в прошлом году. Последний дом летом. С осени там началось масштабное строительство. В настоящий момент происходит строительство монтаж корпусов в жилых домах. Перекрытия возведены. Помимо этого на участке проходит прокладка инженерной сети. Основной стройматериал для возведения стен – пенобетонные блоки. По словам строителей, это гарантия прочности и долговечности. Большинство современных жилых домов и административных зданий выполнено с его использованием. В дальнейшем, для того, чтобы обеспечить необходимую теплопроводность, то есть эффективный утеплитель, наши застройщики используют так называемый вентилируемый фасад. То есть данный материал одевается в специальный каркас, на него современный эффективный утеплитель, и уже потом закрывается декоративным фасадом, который может быть абсолютно разных материалов. Надежно, тепло и, что немаловажно, относительно недорого. Уже к концу года 168 мурманских семей смогут отметить новоселье. Городские власти планируют переселить их сюда из ветхих и аварийных домов. Те, в свою очередь, тоже снесут, а на их месте также развернется строительство. А вот сохранит ли 202-й микрорайон название Олимпийской деревни – решать самим мурманчанам. Общая площадь застройки составляет порядка 10 тысяч 100 квадратных метров. Я бы хотел уточнить, что с декабря 2011 года, когда был введен первый дом на Оскольдовце, с вводом в эксплуатацию этого квартала, уровень движенности введет в эксплуатацию порядка 30 тысяч квадратных метров в злой площади. Под действием этой программы у нас попадают все дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. В таких городе до момента начала было 65. Сегодня из них уже порядка 30 тысяч населения. Это, если говорить о поддержке федерального центра. Еще более 300 домов, разбросанных по всему Мурманску, также подлежат сносу. Около 70 из них уже признаны аварийными. Городские власти уверяют, работа будет вестись до тех пор, пока не будет снесена последняя деревяшка. И наряду с федеральной программой реализуют свою. В целом же на сегодняшний день более 1100 мурманчан бесплатно получили ключи от квартир в новых домах. Еще 400 переедут до конца года. Это еще не все, о чем мы успели вам рассказать. Вот что вы увидите во второй части программы. А мы вернемся после короткого перерыва. Город, который ждал награду два года. Михаил Сергеевич Горбачев выступил с речью на торжественном собрании, посвященном облучению Мурманску ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Мурманск готовится отметить памятную дату – 30 лет с момента присвоения звания «Город-герой». Арктика в столице. Выставка приобщает историю освоения Арктики. Она очень важна и имеет историческое значение. О фотографиях члена экипажа ледокола «Ленин» – его дочь. Вот эти фотографии сделал папа. Он также гордился тем, что когда была первая антарктическая экспедиция, он вступил на лед, чтобы выставить объектив. Соленую компоту и огурцы на закуску. 81-й праздник Севера завершен. Как раз то, что для спортсмена необходимо после такой длинной дистанции. Чем кормили участников 50-километрового лыжного марафона? Это итоговая программа «Столица». Мы продолжаем. ФСБшники всю неделю проводили в Мурманском аэропорте масштабные учения антитеррористической операции. По легенде учений террористы захватили самолет, совершающий международный рейс. Договориться с террористами не получилось, и руководитель оперативного штаба решил приступить к действиям. Первым делом в воздух поднимаются истребители. Гражданский лайнер необходимо посадить любыми способами и без жертв. Однако террористы не сдаются и предъявляют неприемлемые политические требования. Потому подразделениям ОФСБ приказано идти на штурм. Они врываются в салон самолета, освобождают заложников, обезвреживают взрывное устройство и задерживают террористов. Сама операция по освобождению заложников заняла чуть более минуты. По оценке руководителя оперативного штаба, все подразделения с поставленными задачами справились. В Мурманске задержан подросток, стрелявший из пневматики по троллейбусам в Первомайском районе. Сотрудники по делам несовершеннолетних, изучив записи с камеры видеонаблюдения в районе стрельбы, обратили внимание на группу подростков. Среди них находился 12-летний мальчик, состоящий на учете. В ходе допроса ребенок признался, что нашел в тумбочке у родителей пневматический пистолет. Сначала мальчик попробовал стрелять по троллейбусам из форточки, а на следующий день пошел с оружием гулять. И снова ради забавы сделал несколько выстрелов по общественному транспорту. В настоящее время молодой человек будет направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в городе Мончегорске. В отношении родителей будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 кодекса об административных правонарушениях. Ну и с данной семьей, с данным юношей будет работать инспектор по делам несовершеннолетних. Обвиняемый в смерти водителя такси в результате ДТП 7-месячной давности предстанет перед судом. На этих кадрах с видеорегистратора «Волги», снятых в августе прошлого года, запечатлен момент аварии. На подъеме к Семеновскому озеру автомобиль «БМВ» на скорости 120 км в час вместо положенных 40 км вылетает на встречную полосу и сталкивается лоб в лоб с красной иномаркой. Далее «БМВ» срикошетило на «Волгу». 58-летний водитель такси скончался на месте. 25-летний владелец «БМВ», по информации правоохранительных органов, работающий уборщиком, остался невредим. Это его 18-е правонарушение, среди которых есть и несоблюдение ПДД и уголовная ответственность. Установлено, что гражданин 89-го года рождения, уроженец республики Азербайджан, проживающий в городе Мурманске, стал виновником ДТП. Подозреваемый, совершивший ДТП, в результате которого погиб человек, подлежит ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения по увлекшим по неосторожности смерть человека. Дело направлено в суд. 6 мая Мурманск отметит 30 лет с момента присвоения звания «Город-герой». В то время высший знак отличия, который могли получить населенные пункты за участие в Великой Отечественной войне. Тогда же северяне получили орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Правда, увидели они эти награды лишь спустя два года. Почему? Исторический экскурс в материале наших корреспондентов. Поэтому круглые даты называются юбилеем, и мы к ней готовимся особенно, как и в семье. 30 лет с момента присвоения Мурманску звание «Город-герой». Этой дате посвящены тематические классные часы, которые проходят в эти дни во многих школах Заполярья. В прогимназии номер 24 пошли дальше и устроили для своих подопечных специальную электронную викторину. Я очень рад, что нашему городу вручили «Золотую звезду» и орден Ленина. Теперь школьники, рожденные в начале 2000-х, даже знают имя вождя мирового пролетариата. Орден Ленина, высшая награда СССР, был присужден Мурманску в 1985 году, когда страна отмечала 40-летие победы в Великой Отечественной войне. Все-таки интересно узнавать что-то новое о том месте, где ты живешь, где ты вырос, где ты родился. Понятно, что о наградах своего города они знают мало. Скажем честно, и взрослые люди знают мало о наградах родного города, дети тем более. Ну вот повод появился узнать что-то новое. Кто такой Ленина не знает, что это серьезная награда тоже знают. Гордятся тем, что город у нас город-герой. Очень важно для нашего города, потому что не все города получили звание город-герой. Звание город-героев достоились только 12 городов Советского Союза и Брестская крепость. Последними его получили Смоленск и Мурманск. Причем оба в один день, 6 мая 1985 года. Венок к памятнику защитникам советского Заполярья возлагает генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, прибывший на Кольскую землю, чтобы познакомиться с жизнью северян и вручить Мурманску орден Ленина и золотую звезду города-героя. Однако визит генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева в Мурманск состоялся лишь в октябре 1987 года. Он с супругой, стараясь быть ближе к народу, посетил несколько строящихся микрорайонов, а затем уже в торжественной обстановке вручил городу заслуженную награду. Получается, что большинство мурманчан увидели орден Ленина и медаль «Золотая звезда» только спустя два года, после присвоения столицы Заполярья почетного звания. Справедливости ради стоит отметить, что и сейчас мало кто может увидеть те самые заветные регалии. В идеальном состоянии они хранятся в спецфонде городской администрации и извлекаются из сейфа только в торжественных случаях. Ближайший повод это 9 мая, когда на традиционный парад их прикрепят к красному стягу, символизирующему 70 лет с момента победы в Великой Отечественной войне. Виталий Шувалов, Александр Борисов, Сергей Романец, телекомпания «Ахарктик ТВ». Памятников в Мурманске может стать больше. Жители города выступили с инициативой о создании двух мемориалов. Первый посвящен войне, а второй – одно из самых распространенных в Баренцево море промысловых рыб. О том, где установят и как будут выглядеть будущие монументы, расскажет Максим Галямин. Ученица 6 класса Мария Погодина демонстрирует не просто рисунок, а, возможно, будущий эскиз памятника Триске. Рыбу она недолго думая изобразила в банке, чтобы подчеркнуть промышленный статус. Монумент же, по мнению девушки, должен быть большим. Знает Маша и место, где памятник будет смотреться уместнее всего. «Хотелось бы, чтобы он стоял в рыбном порту, потому что там добывают рыбу, и было бы, конечно же, логично, чтобы он стоял там памятник». Городская газета принимает рисунки, эскизы достаточно давно, но инициаторами создания памятника выступили жители города, которые даже придумали новую легенду – если погладить рыбу, то хороший лов будет сопутствовать во всех начинаниях. «Вот, допустим, мой эскиз я бы хотела, чтобы изображено было именно со скамеечкой, чтобы человек мог пройдойти, присесть, отдохнуть. Здесь, например, опять же, мой эскиз, все-таки я хотела как-то под зонтиком. Все-таки у нас пасмурно достаточно часто в Мурманске». «Я поморка, родилась в поселке Умба, и моя мама и папа, да и все поморы говорили – трески, не поешь – не поработаешь». Многие видели снимки военного фотографа Евгения Хаудия. Именно благодаря его работам можно представить, как выглядел послевоенный Мурманск. Еще одним памятником, который предлагают установить в городе, стала печная труба. «Я родилась после войны, в 1949-м, но отдельные вот эти печные трубы я еще помню. А младшее поколение, оно этого знать не может. Ну, хорошо, если вот эту фотографию она увидит. И гости города также должны вот это увидеть». Марина Новикова считает, что этот мемориал посвящен всем тем, кто не покинул город во время бомбежек и защищал его наравне с регулярными войсками. Он хорошо впишется в пейзаж рядом с Алешей. Вот только когда появятся оба памятника, пока неизвестно. В рубрику «100 худших товаров и услуг» на этой неделе попала автошкола «Грандал», которая при отсутствии лицензии умудряется набирать учеников. При этом качество оказываемых услуг вызывает массу нареканий. Машины постоянно ломаются, инструкторы во время занятий ездят по своим делам. Разочаровавшимся клиентам вернуть деньги за обучение фактически невозможно из-за лазеек в договоре. Сестры Ирина и Елена учатся в автошколе «Грандал» уже без малого полгода. Хотя учебой этот процесс можно назвать с большой натяжкой. До сих пор девушкам не вычитали положенные часы теории. А чтобы записаться на вождение, каждый раз им приходится заводить будильник. Руководитель школы принимает звонки только в удобное для себя время. Записаться, да, очень сложно. Мы правда выставляем будильник, чтобы не забыть записаться. Потому что поначалу мы звонили на саму автошколу, а потом нам руководитель дал свой мобильный телефон. И только тогда вот можно дозвониться. Потому что на основной телефон вообще в полчаса пытаются записаться абсолютно все. И это нереально записаться. А вождение мы недокатываем, да, где-то 10 минут в среднем. Учницам даже пришлось завести дневник практики. Ведь недокатки стали привычным явлением. Мало того, инструкторы постоянно пользуются служебным положением. И ездят вместе с подопечными по личным делам прямо во время занятий. Мы умудрялись заправлять машину. Успевали мастера поесть на заправочных станциях. Успевали забирать своих детей. Более того, у нас закончилось тем, что мы стали ездить по магазинам и примерять одежду. Мастера, естественно. Не улучшил положение сестер и жесткий разговор с руководством Грандала. После этого преподаватели, вероятно, обиделись. И во время занятий стали играть в телефон или смотреть кино. При таком подходе в аварии Ирина и Елена не попадали только чудом. Состояние скромного автопарка учебного заведения также вызывает массу вопросов. Коробка передач может быть сломана, может быть задняя передача не работает. Там много нюансов, сцепление может не работать. И катаемся, как поедем, так поедем. Тебе не страшно самой за таким автомобилем ездить? Иногда бывает страшно, потому что в горку, например, очень трудно стартовать, ехать. Очень большой откат. Причем они всегда смотрят, что мы как-то стартуем, что можем далеко отъехать. Сзади машины стоят. Их это не особо волнует. По-видимому, не волнует сотрудников учреждения и то, закончат ли клиенты обучение. Главное, деньги уже получены. Договор, который заключается с каждым учеником, фактически не имеет срокогодности. То есть за партой можно провести и год, и два, и даже три. Мало того, автошкола не прошла аккредитацию и работает без лицензии. В списках на сайте областного ГИБДД ее попросту нет. Это у вас 11-го года. А если я не ошибаюсь, у вас должна быть уже другая лицензия, 14-го года. Мы сейчас на логе плачем, да. Но по этой лицензии разве мы можем пройти и сдать экзамены? По этой лицензии здесь только что нет. Недовольных учебным заведением хватает. Замученные произволом люди не стесняются в выражениях и в назидание советуют поискать другую школу. Впрочем, здесь хватает и хвалебных отзывов. Вот только они все больше вызывают сомнения. Автошкола отстой. Учусь уже полгода. Водят за нос экзаменами и не пахнет. Обещают только. Это полный лохотрон. Аккредитацию они не прошли. Отвратительная автошкола. Не советую никому там учиться. Не ведитесь на низкую стоимость. Отучился там полгода, так права и не получил. Ребенок учится в этой школе уже три месяца. За это время было только 10 часов вождения. Дозваниваться нужно ежедневно. Машины всегда сломаны. Договор составлен так, что его расторжение повлечет за собой солидную неустойку. А деньги, если и вернуть, то с вычетом уже выкатанных часов. Так что от первоначальной суммы останется всего ничего. В интернете попавшие в схожую ситуацию предлагают объединять усилия и подать на руководство Грандава коллективный иск в суд. Руководство автошколы в зависимости от полученной выручки могут привлечь даже к уголовной ответственности. Работа без лицензии в этом случае приравнивается к незаконной предпринимательской деятельности. Бессрочный договор также нарушает права сторон. Юристы рекомендуют в данном случае все вопросы решать через судебные органы. В общем порядке зарегистрировать заявление через дежурную часть, получить отрывной талон и установить закон в срок, будет проведена проверка. Обязательно приложить в копии договора, которые заключались, квитанции на те суммы средств, которые были уплачены. Возможно, в дальнейшем данные материалы будут объединены в единое производство и как раз именно и будет установлен размер прибыли, полученный этим юридическим лицом. Я говорю, если до миллиона, то будет принято административное какое-то, привлечено к ответственности, если еще сроки не вышли. А если свыше 1 миллиона рублей, то данная юридическая лица может быть вполне возможно привлечена к уголовной ответственности. В Москве на Тверском бульваре открылась фотовыставка «Арктика. Вчера, сегодня, завтра». Она позволяет увидеть историю покорения Северного полюса, величественные ледяные пейзажи, животный мир, суровый труд современных полярных исследователей и начало хозяйственного освоения арктического шельфа. Среди фоторабот два снимка нашего земляка, почетного полярника, много лет служившего на атомоходе «Ленин» Юрия Казачкова. «Арктика. Вчера, сегодня, завтра». Это возможность не только узнать историю освоения Арктики, проникнуться ее захватывающими видами и поражающей воображение природой, но и попытаться заглянуть в будущее самой северной части нашей планеты. Для музейного формата такая экспозиция явно великовата. Каждая из фоторабот шириной более полутора метров. Вот и решили организовать ее вне помещений. Это придает выставке особое значение. Посетители могут ощутить величие Арктики прямо на улице. Эта выставка – это просто наша, как бы, дань городу и людям, чтобы они видели, насколько это все интересно, масштабно, красиво на самом деле. Это такая маленькая, на самом деле, микроскопическая часть нашей работы. Выставка приобщает к истории освоения Арктики. Она очень важна и имеет историческое значение. Поэтому мы благодарны за эту выставку, полярники, исследователи. И открываем ее. И на улице это хорошо, ближе к природе. Выставка логически разбита на три части. В разделе «Арктика. Вчера» впервые в открытом доступе многие раритетные кадры. Представлен период исследования Арктики советскими полярниками. Это работы фотодокументалистов, снимавших первые арктические экспедиции советских времен, и кадры из личных архивов. В частности, две фотографии почетного полярника Юрия Казачкова. Проводка судов по Северному морскому пути и любитель сгущенки. О работах Игоря Яковлевича Грачева, участника первой советской экспедиции в Антарктиду, рассказала его дочь, телеведущая «России-24» Екатерина Грачева. Вот эти фотографии сделал папа. Он также гордился тем, что когда была первая антарктическая экспедиция, он вступил на лед, чтобы выставить объектив, сфотографировать советских чиновников, которые должны были быть запечатленными на материке на Южном. И он ослушался, и сам первый спустился под предлогом того, чтобы сделать фотографию. В разделе «Арктика» сегодня работы фотографов-современников, на которых запечатлены ледяные пейзажи, животный мир, настоящее взаимодействие человека и арктической стихии. Среди авторов и признанные фотохудожники, и увлеченные красотами дикой природы дебютанты. Некоторым из них посчастливилось не просто побывать в Арктике, а пожить на ледоколе среди ученых и геологов во время экспедиции. Пытливому фотографу интересно увидеть не только пейзажи дикой природы, но и труд людей в этом ледяном безмолвии. Труд героев в прямом смысле этого слова. Арктика завтра открывает завесу грядущего. Художники, вдохновленные прогнозами футурологов, создали удивительные картины новой арктической эпохи. Преломленное представление о том, как будет выглядеть загадочный холодный край в будущем. В своей работе я, прежде всего, хотел отобразить использование новых материалов, более пластичных, которые позволяют создавать более бионические формы и отойти от этих суровых, старых, таких индустриальных металлоконструкций, которые поддерживают современные тенденции и вообще в дизайне, в принципе. Любой житель или гость столицы сможет насладиться редкими кадрами документалистов и свежими работами фотохудожников еще месяц. Экспозиция «Арктика» вчера-сегодня-завтра работает до конца апреля. Даня Зубнин, маленький мурманчанин, которому при рождении поставили диагноз «карликовость», готовится к операции на руках и голени. Охранея операция на бедрах, деньги, на которые у ребенка собирали всем мурманском, прошла успешно. Кости срослись. Врачи говорят, мальчик хорошо восстанавливается, однако ему предстоят еще несколько дорогостоящих стадий лечения, на которые требуются деньги. Ирина Зубнина, мама Дани, показывает, как выглядели ноги сына до операции и как стали выглядеть после. Разница заметна сразу. Молодой мурманчанин стал выше на 10 сантиметров. Это расстояние со временем заполнилось особой жидкостью – регенератом, которая сейчас закостенела. Даня уже самостоятельно передвигается, правда, пока опираясь. Аппараты с ног можно снимать. Однако впереди еще одна операция. Теперь на руках. Мы планируем как? За один наркоз снять остатки аппаратов на ногах и на бедрах и поставить аппараты уже на предплечье, то есть на эту часть. Максимально, что можно сделать, вытянуть на 6-7 сантиметров. То есть руки у них поменьше сантиметров можно вытянуть, чем бедра или голень. Такая процедура в киевской клинике будет стоить Ирине Зобниной еще 12 тысяч долларов. И сбор средств уже идет. Правда, сильно тормозит его рост доллара. А значит, в рублевом эквиваленте денег понадобится еще больше. Дело в том, что у него тело растет, вес ребенок набирает, потому что он кушает, то есть физиологически, да, и на маленьких коротких ножках у него просто начнутся ломаться кости на ногах. Они мало того, что будут искривляться, еще и ломаться. То есть тут уже бежать будет, грубо говоря, поздно и некуда. Операция по снятию аппаратов с бедер и удлинению предплечий назначена на 6 апреля. Времени остается немного. Ирина не теряет надежды, что необходимую сумму собрать удастся. Номер счета вы видите на своих экранах. В эту субботу в столице Заполярье завершился очередной 81-й праздник Севера. Более подробно о церемонии закрытия мы расскажем в понедельник в выпусках новостей. А пока любопытные детали мурманского лыжного марафона. Традиционная гонка дистанции в 50 километров уже несколько лет подряд не обходится без соленых огурцов. Помимо них на пунктах питания раздают целый набор продуктов. Наши корреспонденты решили ознакомиться, чем кормят спортсменов. Помимо соленых огурцов в составе спортивного меню – отварные сосиски, хлеб, фрукты. Из напитков – негазированная вода, сладкий чай, куриный бульон и компот. Подборка блюд специально разработана Мурманским центром лечебной физкультуры. Во время тяжелой гонки спортсмен теряет соли, теряет калории. Это все надо восполнять. Выходит из него жидкость, ее тоже надо восполнять. Вот мы выбрали для этого воду артезианскую. На каждом из четырех пунктов питания, которые расположены на равном друг от друга расстоянии, можно будет восстановить силы. Впрочем, это нужно в основном тем, кто не гонится за результатами. Спортсмены-профессионалы используют на марафонских дистанциях и затоники, и гели из собственного арсенала и не останавливаются ради пары глотков сладкого чая с лимоном. Чувствуется немножко соль. Здесь как раз я уже говорила, что для спортсмена необходимо после такой длинной дистанции. Поэтому очень, очень хорошее. Разнообразное меню вовсе не удивляет, ведь участие в 50-километровом лыжном марафоне платное. Минимальный взнос для участника 1800 рублей. В день старта он увеличится до 2000. По словам организаторов, это минимальная цена, которая покрывает расходы на подготовку всего спортивного события. Приз за первое место, как и в прошлом году, значительная денежная сумма. Главный приз не секрет. Это будет 100 тысяч победителю женщина-мужчина и оплата тоже в денежном выражении до шестого места. То есть первые шесть мужчин и первые шесть женщин. Кроме того, по возрастным группам у нас есть награждение, но уже не денежное, а призами. Мурманский марафон входит в пятерку лучших по России, в том числе и по количеству участников. Пока заявки подали около 460 спортсменов. Всего же гонка обещает собрать на одной трассе более тысячи человек. И у нас на этом все. Такую видели эту неделю наши корреспонденты. Мы с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова